В Сдвинском районе планируют вдвое увеличить мощности завода по переработке молока. Туда привозят продукцию фермеры со всей Барабинской зоны. И новые возможности позволят еще больше повысить рентабельность. Поддержат модернизацию завода и областные власти. Об этом заявил глава региона Андрей Травников. Сдвинский барс – это визитка района, градообразующее предприятие, на котором работает 300 человек. Этот год особенный. Здесь расширили производство, выпуск продукции увеличили на 40%. Для дальнейшего развития нужны инвестиции. Сколько в сутки молока принимают? Рассчитывая, надо произвести запасы на 180. Это в перспективе той, которую мы видим в будущем. Экономика проста. Сыр как минимум втрое дороже молока, производство творога рентабельнее вдвое. Фермеры из соседних районов получают гарантированный рынок сбыта. А в местный бюджет поступают дополнительные налоги. Мы заинтересованы в переработке сельхозпродукции. Стыдно сказать, мы сегодня вывозим огромное количество молока. Каждый день мы вывозим более 100 тонн молока за пределы нашего региона. И поэтому очень здорово, что на территории Сдвинского района, в Сдвинке, в свое время появилось новое предприятие. Барс – сырозавод, по сути дела. Хорошо, что у них есть серьезные планы по развитию. В Сдвинском районе Андрей Травников впервые. Но о проблемах и перспективах территории знает. Все справки и отчеты изучил заранее, как и бизнес-планы. Оснастить предприятие современным мощным оборудованием. Потому что уже производственная площадка подготовлена, здание стоит. Вот его сейчас надо полностью оснастить. В соответствии с современными требованиями, во-первых, технологическими требованиями. Для того, чтобы производить новые виды сыров, расширять ассортимент, соответственно, расширять количество продаж. На встрече с жителями района говорят об инвестициях и социальных проектов. Глава региона Андрей Травников подчеркивает, что неизменными останутся поступления средств из бюджетов разных уровней. На развитие сельского хозяйства, благоустройство дорог, обеспечение жителей качественной питьевой водой, строительство служебного жилья. И, наконец-то, сдвинется с мертвой точки вопрос о строительстве Сдвински бассейна. Конечно, нужно выбирать приоритеты. Вот сегодня мы обсуждали очень долгожданный объект. Это физкультурный комплекс с бассейном Двинки. Я знаю, что предыдущее руководство области даже давало обещание. И сегодня мы с главой, с ветеранским активом обсуждали, какие первые шаги нам нужно сделать, чтобы все-таки приступить к исполнению этого обещания. Договорились о совместной разработке проектно-сметной документации. Основная проблема, которая волнует всех без исключения жителей района – отсутствие дороги, отвечающей нормативным требованиям безопасности, которая бы связала Сдвинск с Барабинском. Андрей Травников заверил, что капитальный ремонт проведут обязательно, но поэтапно, в течение нескольких ближайших лет. Сергей Толмачев, Галина Распопина, Сергей Шевченко. Новости ОТС.